Глава округа Сергей Петров поставил задачу коммунальным службам украсить город в новогодние убранства к первому декабря. На центральной площади уже появился главный символ самого семейного праздника – новая 18-метровая ель. Ее нарядили бантами, шарами и светодиодными фигурами. В этом году в центральной части города обновили всю иллюминацию. Созданию новогодней атмосферы в городе присоединяются и предприятия. Новый год уже совсем рядом. Мы уже ощущаем его атмосферу. Город преображается. И благодаря таким серьезным предприятиям, как Ангарский водоканал, город становится еще краше. Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов. Это программа «Горвода». В вечерних сумерках здание Ангарского водоканала видно издалека. Все три этажа с помощью гирлянд раскрашены в цвета российского флага. Сказочная атмосфера и на самой территории. Несколько елей переливаются всеми цветами, создавая уютную, по-настоящему новогоднюю атмосферу. К слову, эти ели в 2011 году высадил директор предприятия Александр Алексеев. Это традиция Ангарского водоканала, как в принципе и всех россиян. За всеми трудовыми буднями и порой даже невзгодами нельзя забивать, что скоро Новый год. А это праздник для всей страны. Поэтому мы в ногу, так скажем, со всей страной идем и готовимся как минимум за месяц. Ну вот сейчас уже наряжены здания в цехах, также управление водоканала, здание службы реализации, ну и в общем-то всех подразделений. Профсоюзный комитет заготавливает подарки для работников и для детей работников. Подарки пришлем бойцам нашим, которые воюют сейчас. В общем, нельзя за работу и забывать за Новый год. К чему и призываю руководителей предприятий всего города. Украсть свое подразделение и городу будет приятно. Чем больше зданий в Ангарске будет украшено, тем сильнее будет атмосфера праздника. Но, как говорится, не зданиями едиными. Нельзя забывать и про уютные улицы Ангарска. Мы специально проехали по старой части города и нашли лишь несколько улиц, на которых не стыдно оказаться в Новый год. Это, например, улица Ленина и Октябрьская. Кстати, шефство над последней уже много лет за Ангарским водоканалом. Именно поэтому здесь всегда чисто, красиво, а сейчас по-новогоднему атмосферно. Я постоянно же в наших передачах говорю, что возьмитесь, ребят, возьмитесь за какую-то улицу. Пускай это будет небольшой переулок, но сделайте его хорошо. Город от этого только расцветет. И действительно, что тут добавить? Если каждый возьмет по килограмму, то в целом можно унести тонну. А теперь давайте спроецируем эту метафору на Ангарск. Андрей Иванов, Александр Черник. Программа Горвода.